Я прям волнуюсь весь, понимаешь? Я согласен, это долгожданное событие. Некое элитарное ощущение. Не знаю, меня не столько волнует элитарное ощущение, сколько в целом мы столько ждали, мы столько надеялись, только, по-моему, там два года подряд Bethesda не радовала нас анонсом. Один год, наверное, так полноценно, когда мы ждали, его не было. То есть в год, когда анонсировали Doom и Dishonored, там было прям хорошо все. А, нет, в первый год, да, Doom и Fallout был. Dishonored был во второй год у Bethesda, там был Quake и Dishonored. И мы ждали, да, действительно, анонс в второй части визии. И вот она уже, вот она уже готова. Я надеюсь, что мы тоже уже на Twitch, что трансляция пошла и что народ потихоньку подтягивается. Мы начали чуть-чуть раньше, чтобы вы успели подобраться к своим мониторам, позвать всех своих друзей, всех, кто ждал эту игру. Мы сегодня эксклюзивненько, суперэксклюзивненько, я бы даже сказал, будем показывать The Evil Within и сразу так заранее анонсировать. Для всех тех, кто пришел, мы еще потом повторим, не только сегодня. У нас намечен в планах ряд трансляций по The Evil Within до момента ее выхода. И даже в день ее выхода тоже мы ее покажем. Короче, постараемся воспользоваться возможностью максимально возможным образом. Но пока что, пока что мы начнем только сначала, чтобы... Не, ну пока что мы будем начинать. Ну да, пока что мы еще ждем, да. Пока что я могу сказать, что вы смотрите stopgame.ru. С вами Василий Гальперов и Максим Солодилов. И эксклюзивно The Evil Within 2 за три дня до выхода в свет. Кстати, сразу скажу тем, кто подошел, мы будем стримить 2 часа. И через 2 часа мне придется умирать и отправляться стримить еще попутно с другим уже Максимом. Middle Earth Shadow of War. Вот так вот. Сегодня у нас прям плотненько. И завтра будет плотненько. И послезавтра будет плотненько. И в пятницу плотненько, кстати, тоже будет. И что забавно, во все эти дни я в обоих стримах. Да. Ну да, действительно, стримов на этой неделе прям очень много свалилось. Я не успеваю вообще распланировать свое время. Это прям кошмар, потому что в субботу у нас еще кинологи будут. Давай, может, их на воскресенье подвидим, я прям не знаю. Потому что я должен хоть поспать какой-то день. Да, есть такое. Так, народ, сколько вас, сколько так? 700 человек пока что показывает мой показатель твича. Но это... Я надеюсь, что это неправда. Да, я надеюсь, что у вас сегодня будет максимально много. Я понимаю, что некоторые боятся спойлеров. Но поверьте, за сегодняшнюю трансляцию сильно важных спойлеров прям не будет. Все, что вы увидите, в основном, либо уже каким-то образом показывали, либо это уже было в трейлерах рассказано об этих вещах. Хотя, ну так, некоторые вещи я там иду, подмечаю, знаешь. Как человек, который 9 раз Evil Within прошел первый. Который сейчас... Ты считал? Ну, я так, в уме, знаешь, приблизительно там приплюсовал одно к другому. Наверное, где-то 9. Вот. Плюс ко всему я там сейчас, знаешь, активно пытаюсь поедино, блин, собрать ролик по первому Evil Within, чтобы успеть хотя бы к выходу, ну, к дате релиза второй части. Поэтому я там интересные особенности для себя подмечаю. Вот. Ну и плюс надо учитывать, что игру мы стримим заранее, поэтому есть эмбарго. Эмбарго учитывает возможности спойлеров. Да. Так что до какого-то момента мы просто не дойдем. Да. Ну, сегодня мы не дойдем до момента эмбарго, потому что оно довольно-таки свободное. Ну, знаете, как в первом The Evil Within, где сюжет начинался, блин, с 9 главы из 15. Ну, по факту, до 9 главы ты вообще ни хрена не понимал. И вот с 9 только там полноценно что-то куда-то начало двигаться. Здесь пока что приблизительно то же самое. Пока что. То есть в начале... Но здесь, ну, вы сейчас сами это увидите, но я так заранее скажу, здесь интриги гораздо меньше в вступлении. Ну, просто потому что ты знаешь первую часть, ты знаешь ее события, и уже какие-то вещи для тебя очевидны, и поэтому их не скрывают. Их прям с самого начала на тебя вываливают. Что, в принципе, здорово для людей, которые знакомы серии, это прям хорошо. Но так сразу скажу, что новичкам, блин, строго надо знать, что происходило в первой части. Ну, ладно, не строго, но надо. Вот так. Так, что у нас там? Давай. По народу, по звуку и так далее. Звук хорошо. Время практически 9 часов. 8, сколько там? 7. 9, 8, 7. Да, точно, 7. А, точно, в Таллине же, как и в Москве. Так что можно, наверное, уже будет переходить. Чатик пишет, жми любую кнопку. Жму любую кнопку, какую только могу. Я уже сам, конечно, поиграл немного, но начну, естественно, сначала. И не буду пока начинать на высокой сложности, потому что для демонстрационного стрима это довольно тяжко. Я пробовал. Я сейчас, в данный момент, когда сам прохожу, играю на кошмаре. И это, блин, ну... Это не аккума, конечно, где выносят с одного удара. Но это почти аккума, потому что выносят с трех ударов. Что вообще достаточно тяжко. Вот. Я думаю, что мы на выживание пойдем. Потому что, ну, это, мне кажется, вполне оптимально. Кстати, вот здесь сразу на рабочем столе можно видеть, во-первых, фотографию Костеланоса, жены и его дочки. И газету из первой части, где рассказано про пожар в его доме. Так, автоприцеливание отключить. Хотя, наверное, стоило включить для стрима, ну ладно. У нас будет стрим по высокой сложности. Обязательно мы сделаем никуда без этого. Но пока что у нас чисто ознакомительный стрим с игрой. Мы уже выяснили, что после прохождения откроется какой-то еще режим. Мы пока не знаем, что в нем будет происходить, но он точно есть. Мы там провели ресерч небольшой. Бэкдоровый. Ну да, можно так сказать. И играешь ты на PS4 Pro. Да, играю на PS4 Pro. И, как вы можете заметить, в игре есть русская озвучка, чего не было у первого The Evil Within. Что в целом... Да я скажу, что хорошо даже. Несмотря на то, что голос Костеланоса какой-то непривычный, но в целом проблем у меня не возникало с ней пока. Ну и вроде как можно поставить английскую озвучку. В меню есть такой пункт, по крайней мере. И вот, собственно, мы появились в каком-то непонятном временном отрезке, но очевидно, что около своего горящего дома, в котором наша дочка и находится. Я... Знаешь, у меня автоматически в голове, скорее, не Max Payne включается, а Silent Hill Origins, где... Ехал дальнобойщик и приехал к дому, где горит ребенок. Ну, в общем, такое. Ставь оригинальную озвучку. Да не, ну дайте озвучке шанс. Серьезно. Я понимаю, что у нас принято сразу, как только иструсская озвучка, ее говнить, но дайте ей шанс. Да и вообще не лишайте Дениса работы. Ну да. Денис потом может выставить свое мнение относительно этого. А мы русские люди. Стримим для русских людей. Это у нас русская озвучка. Да это типичная вообще реакция людей. Я вот как не постримлю на английском. Ну, я же играю на английском, и бывает, что стрим врубаю на английском. Все такие, а, че не на русском? Че у тебя PlayStation не на русском? Тебе бомбят, че-то включаешь на русском. А, русская озвучка, говно, включи английскую. Вот не угодишь. Я бы послушал озвучку, если бы ты не болтал во время озвучки. Ну, купи игру. Я могу сделать покромче. Где полосы? Да, это важный вопрос. Да вот, не знаю, ищу. У нас есть одно предположение. Забавное. По поводу черных полос. Но я не понял, можем ли мы их озвучивать. Не знаю. Довольно жуткая сцена сейчас была, прям, такая. Знаешь, первый момент, когда Костеланус очухивается в баре, я такой, вот этих двух чуваков вижу за стойкой, такой, о, Мебиус сидит. Прям вот. Че-то чатик тут взорвался, говорят, шон, шон. Ну, по-моему, голос похож, да. По-моему, его даже. Дети горят 10 из 10. Да. Я тебя разыскиваю уже 3 года. Блин, такой Макс Пейн. Да. Ну, его можно понять. Ты не мог найти меня, потому что они не хотели. Ну-ка, успокойся. Не понимаю смысл смены актеров в оригинале. Энсон Маунт из «Адна на колесах» и Дженнифер Карпентер из «Декстра» отлично отыгрывали. Ну, возможно, не смогли просто подписать контракт с ними. Да, может, там они участвовали в этой забастовке актеров. Может. Есть ли какие-то кардинальные отличия от первой части? Охрененно много кардинальных отличий. Сейчас мы до геймплея дойдем, вы увидите. Их прям очень много. Полосок нет. Ну, кстати, по поводу полосок. Если вы уж очень скучаете, то я могу вам сейчас рассказать, как их сделать. Поскольку я смотрю трансляцию не в полноэкранном режиме, то Твич сам дорисовывает полоски. Так что просто сделайте окно поменьше. В общем-то, нам Кидман рассказывает, что Лили жива. Дочка, которая, по идее, сгорела. Сейчас окажется, что Рувик, это, короче, на самом деле его дочка. Про Рувика пока вообще ни слова не было. Но он же тоже сгорел. А в сгоревших там хрен опознаешь, может, это взрослая девочка. Кстати, опять куча отсылок к самой этой студии Танго, потому что там уже, когда твоя дочь горела, у нее на стене уже был рисунок улитки. И вот сейчас на заднем плане можно будет разглядеть надпись Танго Виски. Вон, Танго Виски. Вообще игра сразу такая, типа... Если не играли в первую часть, то, короче, сорян, ребят. Сами догадываетесь, что такое Эмебиус. Сами догадываетесь, кто такая Кидман. Сами догадываетесь, почему у нее с Себастьяном такие отношения. Какой еще к черту Стэм. Что вот это все такое. Ну, то есть, как бы... Если не знакомы с первоисточником, тут для вас таких прям явных объяснений будет не очень много. Да, отлично. Где мы? Это одно из наших зданий. Что там? Не знаю, что-то. Все посмотрим. Да, что? Ну да. Да, я в смысле, мне тут пишут. В ВК у нас, походу, нет рестрима. А, ну, странно, кстати, почему. Хватит меня этой чушьей. Где Лили? Терпение. Ты получишь ответы на все вопросы. Так, сейчас, небольшие. Угу. Организационные проблемы. Да. Ну, в общем, в ВК, по-моему, ничего не идет. Там же как-то надо пост создать или что-то типа того. Может, там просто все поменялось нафиг? Тоже вариант. В общем-то, сейчас администратор Мебиус раскрывает нам всю их мотивацию постройки машины первой части, чтобы все человечество подключить совместно друг к другу и контролируя его, вести его в светлое будущее. Ну, реально, не зря нам писали про этих агентов. Ну, да, они прям очень похожи. И для того, чтобы построить... Вы подключили Лили к этой машине? ...чистый новый мир использовали типа... А, ну, сейчас скажут как раз. ...самый стабильный кандидат на роль ядра из всех. Благодаря ей новая система STEM работала успешно. До недавнего времени. Микрофон, кстати, прям подтянулся. Не знаю, как вам видно, не видно, но вот лицо администратора было супер детализированным прям. Работает игра на доработанном движке ID тех... ...последний, не помню номер. Он называется STEM Engine. Ну, понятно, под себя уже затащили, но я смотрю, по отгрузке текстурочка остались. Я даю вам уникальный шанс. Они не бесят, но они остались. Просто увидеть свою дочь, но и спасти ее жизнь. Вы столько лет корили себя, что не сумели. Пятый, шестой. Пятый, шестой. Ладно, да какая разница? Можете спасти. Тот, наверное, последний, по-моему. Так забавно, что каждая из студий Bethesda вообще дорабатывает это ID и называет их каким-то символичной вещью из своей серии. То есть у Dishonored, если я ничего не путаю, это Void Engine. Доработанный, по-моему, тоже ID тех. Ну, или в любом случае, доработанный какой-то движок. Здесь это STEM Engine. Шоп, не путались. Ничего, я и сам справлюсь. На пятом была первая часть, а этот пишут на шестом. Значит, на шестом. Я просто путаю, какой из них какой. Я буду снаружи на связи. В общем-то, ядро у них не подает никаких признаков жизни, и поэтому они отправляют Себастьяна, чтобы он нашел свою дочку внутри симуляции. И каким-то образом с ней законтактировал, чтобы их вместе вытащить оттуда. К нам тут подтягивается солидное количество людей, уже две тысячи. Это здорово. Не забывайте подписываться на наш канал. Да, обязательно подписывайтесь. Здесь много всякого клевого. Вплоть до того, что у нас на сайте уже лежит обзор Shadow of War. Да, кстати. Который сегодня будет через два часа у нас стрим. Так что оставайтесь с нами. Сегодня будет плотненько. И потненько. Потому что был вызов довольно сложный. А в Shadow of War я играю на максимальной сложности. Поэтому и там, и там я немножко протифровал. Сейчас, кстати, очень клевый момент. Посмотришь, мне напомнил фильм вот этот Прочь, который про нигера. Мне пока что матается очень. И да, надо повторить. Потому что народ подошел и спрашивают. Во вторую часть, если не играл в первую, суваться не надо. Ну, скажем так, будут некоторые проблемы с проникновением во вторую часть. То есть ты не будешь знать... С погружением. Да, с погружением. Ты не будешь знать персонажа. Ты не будешь знать конфликта между Кидман и Себастьяном. Ты не будешь знать, что такое Стэм. Что такое Мёбиус. Это не раскрывается. Это прям сиквел. Это прям продолжение. То есть, типа... Ты должен это знать. Ну, игра называется Evil Within 2. Ну да, да. Что как бы намекает. Нет, просто тут даже, знаешь, нету какого-то такого... В предыдущей серии. Или типа того. Здесь есть такие небольшие зарисовки. То есть вот сейчас, например, мы увидим. Появится опять горящий дом. Потом появится больница Маяк. Ну, как бы тебе ничего не расскажут про это дело. Вопрос был вот интересненький. Мне понравился. Чувствуется ли, что не Миками делал? Да хрен вот знает, если честно. У Миками какого-то своего такого прям стиля полноценного, знаешь, который прям кочует из его одной серии в другую. Он очень разноплановый чувак. То есть, пойми, он делал, да, Resident Evil. Он делал, блин, он участвовал в разработке Devil May Cry. Он участвовал в разработке Vanquish, God Hand. Это абсолютно разные по подходу игры. Поэтому прям Миками... Не знаю. Но чувствуется, знаешь, вот все-таки работа чувака, который делал DLC. Вот она чувствуется. То есть, очень похоже на Simon Consequence. Именно по какой-то вот своей динамике, по некоторому, знаешь, там, перетеканию одних сцен в другие. Вот это ощущается. Попадаем сейчас в кабинет к Себастьяну, который мы могли видеть как раз-таки в Consequence, по-моему. Себастьян. Ты слышишь меня? Кидман? Что здесь? Не важно, Себастьян. Сейчас, вот отвлекся немножко. Ага. Как ощущения? Ужасно. Вот и у меня жуткое похмелье. Ничего. Это пройдет, когда мозг адаптируется. Ты находишься в зоне, отделенной от главной системы. Ну что, мы играем на PS4 Pro. Да. Это место называется кабинет. А, кстати, что, как, 60-то в PS? Нет, нет. Ах, воспоминания. Тридцаточка. Раз так, где же мои жена? Хотя странно, вообще, движок Дума, Дум вполне выдавал 60. Тут, в принципе, нет настолько динамики, чтобы, видимо, дело для 60, поэтому решили удариться в детализацию, нежели в производительность. А вообще, варианты есть-то какие-то графические? Нет, нет, нету. Вообще ничего нету? Нет, нету. Очень странно. Ну, да нет, не странно, у Bethesda особо нет вариантов выбора обычно. Она самая. Найдешь кого-то, дай знать. Внутри STEM мы можем связаться лишь с тобой. Тут вот сейчас объясняют нам некую новую такую вещь. Как бы, до нас в STEM, чтобы починить симуляцию, было заслано несколько техников Мебиуса. И они все где-то находятся внутри системы. С ними можно повстречаться, они дают тебе задания, их можно выполнить, они тебе, ну, как бы, помогают. Это NPC, которых ты будешь встречать. Кто-то, кого-то ты встретишь живым, кого-то мертвым, но вот их пять штук, и они... Ну, здесь можно прочитать их личные дела в целом. Наверное, прям, не будем тратить время на чтение личных дел. Потому что... Ну, и он может за себя постоять. Потому что, как бы, над долгом есть сейчас, до этого вот. Будут ли DLC? Не знаю, пока ничего про это не сказано, вроде бы, по поводу DLC. Но, по-моему, никакого сезон пасса я не припомню у игры, проверь это дело. Так что, наверное, пока, по крайней мере, ничего не сказано по этому поводу, вроде бы. Чудесно. В Мебиусе умеют все тщательно продумать. Твой сарказм не поможет решить наши проблемы. Тебе нужно найти Лили. В противном случае она, ты и все... Блин, игру потише, игру погромче. Идите в жопу, серьезно. Кому-то тише, кому-то громче непонятно. Ну, кто-то, типа, я хочу послушать озвучку, а кому-то игра еще не уперлась. Нужны рассуждения. Вот здесь, кстати, сразу же я такой иду, такой оба плакатик лежит, на котором Кидман изображена и парфюм. В первой части можно было такой найти плакат на улице. Была забавная такая пасхалка, что типа Кидман каким-то образом лицо парфюмерной фирмы. Вот. И кошечка, кстати, тоже из DLC. Матрицы. Да, 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 из Матрицы. Ну, серьезно, что за фигня? Не, ну кошка же была. Да была, была. Что ж ты прям. Прекрасный вопрос. Это сиквел или самостоятельная часть? Забавно. Это самостоятельный сиквел? Ну, как бы, да. Ну, может, типа, знаешь, такие, что рассказывают другую историю, про совсем что-то другое. Но нет, это сиквел. Но игра самостоятельна. Покупать первую не требует. Ну, в плане запуска, если об этом. Тебе можно верить? Зачем? Чтобы манипулировать мной. Чтобы я вел себя как образцовый солдатик. Ты уже лгала мне раньше. Вся наша дружба была построена на лжи. Ладно, я понимаю. Как прокачка происходит? Тоже из зеленой слизи? Да, из зеленой слизи. Но из зеленой слизи качаются только навыки самого Кстелланоса. Оружие прокачивается по-новому. И вообще здесь появился полноценный крафтинг, до которого мы дойдем. Который я вам покажу. Крафтинг, улучшение. Все вот это есть. То есть игра вообще в шире очень сильно разбухла. Прям по подходу совершенно по-иному ощущается. В плане вот какого-то построения своих уровней, построения локации. И вообще общего такого, знаешь, исследовательского элемента. Но есть и линейные этапы. Сейчас как раз он будет такой. То есть где-то просто вот, как и в первой части, идешь. Сухо! Забавно, не сохранилось. Логотипчик. Забыл, видимо. Там донатик пришел, можешь его прочесть. Да, вижу. Вася, как с ощущением передвижения персонажа? Все еще такой же слоупок задохлик? Нет, что забавно. Если, видимо, ты будешь три года бухать, то ты несколько лучше начнешь бегать, по мнению игры. Потому что Астелана здесь все-таки поподвижнее. Не сказать, что он прям стал совсем там суперспортсменом каким-то. Но передвигается он поэнергичнее немного. Но прям не кардинально так, что он там стал, знаешь, совсем уж каким-то, я говорю, акробатом полноценным. Все равно, у него есть инерция, у него есть какая-то такая вот несколько вязкость в движении, но не такая, как в первой части. Тоже вопрос хороший. Визин второй стал заметно более экшеновым. Как здесь с выживанием? Она стала как Dead Space 2 или Hardcore первой части не стали убивать? Нет, она хардкорна. Это не Dead Space. Я думал, что это Dead Space. Ну, по крайней мере, я поиграл на уровне сложности Кошмар. И это, блин, выживание такое себе, в котором тебя... Один противник, это, блин, противник прям. С которым крайне тяжело справиться бывает. Обычно там у тебя пистолет не такой, знаете, ультимативный против врагов. Они постоянно до тебя могут добежать и ударить. Жизни мало, патронов мало, лечилок мало. И мир горит, и ты горишь, и все такое. Слушай, а тебе вот дали ключ, у тебя есть там бонусы за предзаказ? Не видел. Просто там вроде пистолетик какой-то дает, вот любопытно. Несколько у меня нет такого. Ну, то есть мне не высветилось ничего такого, что вам теперь доступен пистолет. Как озвучкой, можно ли в меню игры включить оригинал? Можно, по-моему, даже не в меню, можно просто вот здесь. Язык озвучания. А, этот параметр можно видеть только на главном экране. Ну, вот я, в общем, вам показываю. Язык текста, язык озвучания, все это меняется. Настрой, что сразу такое... Ну, нет, чуть попозже про интерфейс скажу. Потому что там, когда он начнет появляться на экране, там просто есть одна такая вещь, которая меня поначалу стала раздражать. Я такой думаю, да ладно, серьезно, вот этот треугольник будет со мной всю игру. А потом оказалось, что в Визине, на самом деле, довольно гибкая настройка интерфейса. И что, если тебя что-то из интерфейса бесит, ты можешь это свободно отключить абсолютно. Ну, вот я помню, меня в первом точно так же полосы вымораживали. Я такой, что, серьезно, так всю игру будет? Ну, где можно отключить? А нельзя отключить. Ну, теперь можно отключить. Вышел патч тогда. Ну, да. Вот, мы попадаем в какой-то абсолютно сюрреалистичный мир, где реальность меняется. Ну, как, в принципе, часто было и в первой части. Что насчет расстояния между чекпоинтами? Кстати, довольно приличная. Особенно вот, когда тебя запихивают в открытую локацию. Там прям бывает иногда, знаешь, когда я умирал, я такой, серьезно, отсюда? Ну, ладно, ребят. То есть, нет такого, что там после каждого врага тебя сохраняют. Вот сейчас вот очень клево сделанная сцена тоже. Вот этот фотограф, который тут бродит и светился уже в нескольких трейлерах, который фотографирует людей в момент смерти, он создает такие абсолютно сюрреалистичные картины, и они выглядят прям лах. Я на самом деле думаю, что мы не будем переключать язык на этот эфир, а следующий завтра можем провести с английской. Те, кто только пришел, ребят, мы продолжим стримить The Evil Within еще и завтра, также в 7 вечера по Москве, так что приходите. Запомните, приходите. Подпишитесь и узнаете, что завтра в стрим. Есть ли аккумы в игре? Мы уже отвечали, но надо повторить, потому что народ подтянулся. Непосредственно аккумы нет, но есть какой-то режим, который открывается после первого прохождения. Мы не знаем пока, в чем его суть, но режим точно есть. Сложная ли платина? Ну вот все зависит от режима, наверное. Все зависит, да, скорее всего, от того режима. Я, кстати, помню такую аналогию вспомнил, они как-то друг к другу. Ну, в целом, это же прям сиквел-сиквел. Должно быть много привязанных. Ну, понимаешь, тут такое дело, что основная тема сиквела – это все-таки семья Кастеланоса, его дочь и его жена. В первой части им не было уделено практически никакого внимания. Это, скажем так, это арка сюжетная, которая развивалась исключительно через дневник Себастьяна. Она никак не играла на основной сюжет. И поэтому я не удивлюсь, если там упоминание Рувика здесь тоже будет, знаешь, такое чисто на уровне каких-то там записок, документов и отсылок. Вот, кстати, сейчас мы заходим в какой-то такой холл. И вот, знаешь, у меня сразу первая ассоциация – холл из Resident Evil Remake. Там есть вот такая очень своеобразная лестница, очень похожее вот место на то, что есть там в Resident Evil. Но это даже не самый такой похожий холл. Там чуть выше на этаж, прям еще картины висят, по-моему, очень похоже на Resident Evil. Резидентовскую локацию одну, одну из кучи. Сухо! Да. Стоит ждать серию стримов с прохождением на Акуме. Пусы, где полосы, не канон. Ну, как мы сказали, Акума пока not confirmed полноценно, но мы посмотрим, что это за режим, и я думаю, что да сделаем по-любому. Тут вообще есть забавное предположение, вопрос, не знаю. Какой? Макс. Я начинаю бояться. И не зря. Че за херь? Давай, подключайся, сволочь такая. О, нормально. Вроде мы вернулись. Солод, ответь мне. Солод, ответь. Я тут отвечаю. Да, я не... Короче, ребят, все вопросы к Ростелекому. Он что-то внезапно такой, нахер, все, вырублю тебя. Не хочу спойлерить себе Evil Within, вырубай трансляцию. Но ничего, мы вернулись, мы вернулись. Нас не заблокировал Роскомнадзор, нас не заблокировала Бефезда, все в порядке. И это просто... Ничего не нарушаем. Да, это просто тупой провайдер. Ты погоди, он тебя сейчас опять обрубит. Я второго тогда подключу, у меня для этого есть второй провайдер. Вот, ты там подстрахованный. Да, я подстрахованный на случай как раз вот таких ситуаций. Но тут ладно, хоть быстро получилось, вроде вернуться на место. Ну ладно, так, народ, надеюсь, успокаивается. Эх, придется трансляцию клеить теперь. Ну ладно, не страшно. Evil Within пугает больше. Да, да, да. Так, сейчас я разверну себе, как удобно мне было. Так, во-первых, Серега в момент разрыва заслал 1000 рублей и спрашивает, будет ли платиновое прохождение. Серега, спасибо тебе большое, извини, что так получилось не вовремя с обрывом. Но мы ответим на твой вопрос, платиновое, ну полноценно платиновое, прям не знаю, с убиванием каждой ачивки. Но я говорю, будет на высокой сложности, а в принципе на высокой сложности это скорее всего главная такая ачивка, которая будет проблемной перед платиной. Потому что в первой части именно так и было. Кстати, сюда зашел вот эту комнату и сразу мне такой Твин Пикс вспомнился. Вот, знаешь, красная вот эта комната, какой-то похожий пол, по-моему. Ну, занавески еще. Занавески, да, да, да. Ты что-то говорил перед тем, как отключился? Что-то типа... Да, 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 вопрос такой, когда откроется секретная сложность, ты потом заведешься киской и назовешь ее так же. Блин, слушай, но смотря как она будет называться. Потому что вдруг она будет называться как-то обыденно. Не то, чтобы мы не знали, как она называется с тобой, но вдруг это пока тайна. Ну, вообще вряд ли тайна, но не будем пока озвучивать. А вообще, на самом деле, ты должен был завести котика и назвать его Кураяма. Да, слепого котика еще скажи. Слепого, да, котика. Я считаю, что прекрасно. Не подумайте, что мы тут над животными издеваемся. Просто Кураяма режим, где ты ничего не видел, кругом была сплошная тьма, и надо было в ней как-то стараться выжить. Так, я смотрю, тут столсишь? Да, столсю. Ну, тут пока же такое, типа, обучение, как прижиматься к укрытиям, чего, кстати, по-моему, не было в первой части. Да, там не было укрытий. Здесь они это облагородили. Теперь столсить стало удобнее, но я не скажу, что прям проще. Потому что враги здесь очень своеобразные люди. Ну, что из поисковой группы? Люди? Ну, мутировавшие люди, можно так их назвать. Знаешь, как их там правильно называют? Прокаженные такие люди. То есть, ну, но все-таки люди. В большинстве своем люди. Нам пишут. Микками говорил, что хард дефолтная сложность. Ну, я не смотря, что такое хард. Если речь идет о easy, hard, nightmare, то вот она, дефолтная сложность здесь. Во, вот это вот место мне прям очень сильно напомнило. Одну локацию из резидента. Ну, кроме маятника. Вот. Если так, то, ну, наверное, да. Если он имеет в виду nightmare, типа дефолтную сложность, то, ну, там такая сложность. Не многие осилят дефолтную сложность. Ну, прям так, знаешь, надо... Вообще забавно. Ты когда выбирал уровни сложности, там у этой как раз кошмарной было написано для тех, кого устраивал уровень сложности в первой игре. Это вот как вообще? Это типа кто Акуму пришел и прошел? Фактически, наверное, да. Слушай, ну, либо Акуму, либо вот третий уровень сложности, который там был. Потому что там же тоже был кошмар третьим уровнем сложности. И я не знаю, что там на нем, потому что, ну, я никогда игру на кошмаре не проходил, потому что, ну, как бы зачем. Я ее прошел на Акуму, мне этого хватит. Вот. Сука, бой подписался на канал. Спасибо большое. Неплохо, спасибо. Ну, кстати, можно спорить? Нет, можно спорить. Да, мы тут знатно, конечно, просели по онлайну. Я думаю, сейчас вернется народ потихоньку. Потому что... Ну, сорян, я прям... Я очень расстроен Ростелекому. В тот момент, когда не надо было подводить, он подвел. Ну и, кстати, я думаю, можно сейчас сказать, что вот о том, о чем там мы должны сказать по поводу людских комментариев. А, да, ну, скажи, потому что я что-то так в полглаза не совсем понял концепцию. Ну, короче, ребят, такое вот... Такая движуха. Нам копию эту дали из Bethesda. Одним. Чуть ли не единственным в России. Я не знаю, там, на самом деле, единственным или не единственным. Ну, так как бы. По количеству русских стримов Evil Within 2 это можно судить. Вот. И попросили вот что сделать на стриме. Вот вы сейчас смотрите на то, как выглядит игра. Сейчас мы там дойдем уже до полноценного там боевого геймплея и так далее. Как вот она вам? То есть поделитесь своим мнением относительно того, что вы выглядите. Прям вот цитатки. И мы прямо вот заанонсируем такое, что эти цитатки отправятся напрямую к Bethesda. Вот так. Да. У нас, правда, сейчас чатик забит тем, какой прекрасный Ростелеком. Ну, да. Вряд ли. Ростелекому мы не будем ничего отправлять, а вот в Bethesda отправим. Ух, блин, сколько тут комментариев-то. Я думаю, надо... Так, зафиксируем время. 19.37. Да. Пойметь себе где-нибудь, чтобы потом, если что, если мы что-то упустим, то... Так, да. Сейчас я прямо тебе напишу. 19.37, наверное. 37-я минута стрима, хотя был обрыв. Ну, короче, ладно, потом найдем и скопируем. Мы еще потом повторим, я думаю, разочек. Это дело. Вот, короче, смотрите, я, собственно, про какой треугольник. Когда меня научили прилипать к укрытию, появился вот такой вот, ну, не треугольник, галочка, да, которая показывает, к какому укрытию ты можешь прилипнуть. Я такой, что, серьезно? На вот всех стенах у меня будет проецироваться вот эта галочка? Типа, ну, нахрена это же, блин? Я понимаю, что это укрытие, нахрена мне эта галочка? И потом я такой думаю, ну-ка, интересно, можно ли это отключить? Зашел в настройки интерфейса и офигел. Значки действия можно выключить. Обучение можно выключить. Центральную точку приплицениваю можно выключить. Сетку прицела выключить. Здоровье напарника свое, оповещение о врагах, значки взаимодействия, метку, все вот это вот. Если тебе не нравится что-то в интерфейсе Evil Within, ты это спокойно выключаешь. Но мне не нравится, что нет галочки, включить полосы. Ну-ка, погоди, а может тут есть кровь какой-нибудь? Нет, я считаю, что это прям, ну, какая-то такая классика. Откроется тебе, короче, четвертый режим сложности с полосками. Ну, было такое предположение. Солод, скажи мне привет. Я считаю, что я сказал привет. Лучшая пятница 13 пятилетки. Да, у нас это лучшая неделя стримовая за последние много лет будет у нас, потому что у нас очень много стримов будет подряд. Плюс у нас, вот видите, такой эксклюзивчик. Так что, да, отмечать пятницу 13 начали куда раньше. Тоже такое довольно жуткое помещение с поверхностью. И самое главное, ножки по физону, короче. Ну, кстати, самое... Слушай, самое-то интересное, погоди. Так, сейчас, секунду. Себастьян, руку убери, пожалуйста. Из-за руки не видно. Ну, Себастьян. Ну, ты чё? Ну, камон. Ну, на, на. На, сейчас. Так, ну, давай. Короче, там какая-то... Тьма какая-то, короче. Ладно, не видно ничего. Волнующий меня вопрос. Чё с разбросом пуль? С прицеливанием вообще? С разброса, по-моему, нету, но дрожащий прицел есть. Но он прокачивается. То есть можно сделать более стабильный. Да он в прошлый раз прокачивался. Ну, вот я не знаю, насколько он прокачивается, до какого стабильного состояния. Потому что, ну, я, естественно, прошёл не так много, чтобы докачать всё до максимума. Но, как бы, факт того, что прицел можно стабилизировать при помощи прокачки, такой факт есть. Не, хорошо. А пули летят туда, куда целишься, или всё равно есть разбросик? Вроде куда целишься. То есть я не заметил вот этого такого эффекта первой части. То есть здесь целится поудобнее. Но при этом враги стали смертоноснее. Поэтому такое себе. Я бы не скажу, что, знаете, вторая часть из-за того, что стала удобнее во многих аспектах, стала проще. В ней добавили кучу геймплейных аспектов, к которым мы вот уже скоро перейдём, потому что скоро вторая глава закончится, начнётся третья. И там прям неожиданность будет для всех тех, кто играл в первую часть, но от второй старался держаться подальше. Ну, в смысле, от информации о второй части, чтобы себе ничем не заспойлерить. Вообще, это был я. Но меня тут писали во все стримы, и поэтому я себе всё заспойлерю. Ну, что поделать, Макс. Такова наша работа. Вообще, кошмар. Да. То есть, вот смотри, как долго Себастьян теперь бегает. Ну, тут, наверное, немножко всё-таки из-за погони увеличили ему стамин, но в целом он бегает дольше теперь. Ну, это тоже прокачивалось в первой игре. А, здесь без прокачки. То есть, здесь нет, здесь есть прокачка стамины. Спасибо. Спасибо, Зеквет. Да, пожалуйста. Всегда рады ответить на вопрос. И спасибо, Серёга, ещё. Не, ну, просто смотри, ты же как бы прокачивался в первой игре. Ну, да. А это сиквел, прямое продолжение. Ну, да, да, да. Он должен быстрее бегать. Да, несмотря на то, что три года Себастьян бухал и отходил от шока, увиденного в первой машине стэма, он на самом деле в плане своих физических характеристик всё-таки стал помощнее. Жизни только у него меньше стало, чем в первой части. Ну, то есть, в первой части с полной прокачкой жизни. Здесь у него, короче, наверное, как без прокачки стандартная полоска. Почему все комнаты стерильно пусты? Если вспомнить первую главу Resident Evil 6 с Леоном, то там всё было завалено стульями, картинами, бла-бла-бла. А тут в комнатах присутствует только то, что важно для визуальной композиции. Нет, ну смотри, это же как бы не реальные помещения, вот та вот выставка со скульптурой вот этой ребёрс. Там же ясно, что это какой-то экспозиционный зал, в котором не должно быть ничего, кроме этой центрообразующей фигуры. Всё зависит от сцены, в которой ты находишься, потому что мы сейчас попадём в город, и там вполне нормально с наполнением комнаты. Да даже вот эта комната наполнена вполне себе. А встретил ли ты какого-нибудь монстрика, который мог бы быть как бы лицом игры, типа сейфа головного? Слушайте, я пока очень мало прошёл. Понимаете, в игре, если я ничего не путаю, 15 глав. По-моему, так же, как в первой части. Вот. А я прошёл 2. Потому что третья, она реально огромная. То есть я в третьей, третью главу прохожу уже 2,5 часа. Просто потому что, ну, я очень люблю The Evil Within, и мне нравится копаться во всём, что там происходит, заходить там в какие-то необязательные локации, плюс ещё, ну, там и сложность соответствующая, и стелсить приходится, и так далее. И поэтому, скажем так, пока я ещё не встретил какого-то монстра, который стал бы иконой. Ну, пока фотограф, мне кажется... Пока фотограф, да. Ну, знаешь, это, возможно, просто монстр такой, знаешь, босс первого этапа, которого ты там победишь, как какого-нибудь мистера мазохиста, например, главе около 4-ой. Дальше будет другой босс. Тоже может быть. Так, сабы русские. Есть, озвучка есть, всё есть. Да, всё в наличии. Я буду пропускать документики просто, чтобы у нас не сильно тормозить трансляцию. Тем более, что мы и так потеряли там 5 минут. Менюшка очень такая классическая, и влвызыновская, старая. Пользоваться поэтому ей довольно удобно. Ребят, FPS также сильно проседает на обычной PS4, как в первой части. Так-то игра выглядит намного красивее. Ну, я не могу сказать, как на обычной PS4 с FPS, потому что я на прошке играю. Но на прошке я проседаний не заметил. То есть, если вы сейчас в стриме видите хоть какое-то проседание, это чисто из-за стрима. Потому что у меня на втором экране сейчас просто карта захвата без стрима. И она поплавнее выглядит, чем на левом экране, где у меня OBS открыт. Ну, просто потому что стрим так или иначе... Что-то там-то пожимает. Да можно менять озвучку. Чё ж вы... Прям вот, по-моему, это ключевой вопрос. Ещё раз, ещё раз показываю. Язык текста, язык озвучания. Изменить можно на главном экране. Всё меняется. Не переживайте. Русофобы сраные. Сука! Ластя, разбор лора обеих частей будет. Да мне бы хотя бы для первой сделать. Про вторую я пока не знаю, насколько он нужен. В первой части, как бы, зачем нужен разбор? Потому что срастить между собой все разрозненные какие-то там флэшбэки, документы, сцены, локации, которые просто из-за того, что действие происходит внутри головы, перепутаны, как путанные мысли, как отбрывистые воспоминания. Сочленить их воедино, это довольно, на самом деле, трудоёмкий процесс. Потому что я вот сейчас пытаюсь там какие-то... И какие-то вещи вообще себе противоречат. Какие-то вещи, как будто ты можешь привязать к этому, а можешь и не к этому привязать. И поэтому для первой части, мне кажется, надо. Для второй пока что... Ну, я вообще не знаю, как дальше сюжет идёт. Пока что сюжет, в принципе, не путается. То есть тебя вот послали внутрь Стэма за своей дочкой. Вот ты попал внутрь Стэма и идёшь за своей дочкой. Пока сюжет дальше этого пока не идёт. Ну, на момент этой главы. Кстати, знаете, пошёл дождь, и у Кастеланоса намокает рубашка прям так полноценно. Вопросик, вопросик, вопросик. Как мы умудрились поиграть ранее 13 октября? Пресс-версия. Да. Это как бы всё легко и просто. Вот вопрос. HDR есть в игре? А, слушай, вот. Я не вижу HDR. То есть обычно, когда в игре есть HDR, и ты играешь не на HDR, а в мониторе, у тебя просто вот функция там, типа, включить HDR, она висит залочной. Такое есть в демке Gran Turismo. Спорт, которую я там качал, смотрел. Такое в Shadow of War. Есть в этой игре вроде как нет HDR. Себастьян, это просто маленький тихий городок. Движок ИТЭК-6, судя по всему, да. Доработанный. Ну, то есть, условно говоря, они его по-своему назвали, под себя заточили, но да. Основан на ИТЭКе. Сейчас вам бью в Google, он должен знать. Ну так, ну вроде да, вроде все пишут ИТЭК-6. Надо доверить. Хотя на Википедии ИТЭК-5 написано. Вот я поэтому особо не вдаюсь, какой... Ну, то есть, ребят, какая разницкая версия движка? Ну ладно, никакая. Ну, сам да, подгрузка текстур есть. Да, главное, как это сейчас выглядит, и выглядит это хорошо, но подгрузка текстур осталась. Она тебя не шибко бесит, но она присутствует. Вот сейчас, например, как раз увидели, вот как мусорные мешки появились, вот как вот эта еда появилась, она вот есть. Это, к сожалению, с первой части осталось. Мне кажется, ты сейчас говоришь, что с первой части движка ИТЭК. Вот сейчас такая суперотвратительная сцена мне прямо. Подпоташнивать начало, когда я в первый раз ее увидел. О, это вот как мы, помнишь, смотрели корабль-призрак? Ой, да. Помнишь, как они опарыша ели? Ну, или там, знаешь, застолье у бейкеров в Резиденте 7. Ну да. Добавно, что с отсутствием полос в игре прибавилась кинематографичность в роликах. Они стали прям срежиссированы поинтереснее. Да нет, ну все же мы прекрасно понимаем. Кстати, вот сейчас, вы это слышали? Вы слышали? Костеллано сказал «блядь». Я как бы повторю за игрой. В игре есть маты. Прекрасно, только я не понял, почему в субтитрах написали «блядь». Потому что я, может, кому-то сейчас глаза открою, но... Ну, может, он считает, что эта телка проститутка. Проститутка, да. Но это не знаю слово. Так что это неправильно. Но то, что есть мат, это прекрасно. А вы говорите русскую озвучку. Да, хотя бы за это ее стоит... Хотя бы за это ее стоит ценить, мне кажется. Просто потому что в этой ситуации по-другому и не скажешь. Я думаю, чат сейчас очень рад. Да, да, тут все прям 10 из 10 игра года. Это, знаешь, такой подсказка нашим отечественным издателям. Как сделать так, чтобы вашу игру полюбили в любом случае? Просто озвучки. Пару раз матернитесь. Все, народу уже норм будет. Ну, дынчик уже будет не так категоричен, да? Ну, да. Так, вот где спички, спрашиваю. Ты, да, был вопрос... Настолько... Нету? Нет, я не видел пока никаких спичек. Понятно. Просто вопрос был настолько же неудобно спички кидать. Подбирать здесь стало лучше. То есть, как было в первой части? Если у тебя камера не наведена на предмет, который под тобой, ты его хрен подберешь нормально. Здесь все равно подберешь. То есть, в этом плане стало получше. Но спичек не было. Меня тут начали учить, как там и ядь, и ядь. Я не знаю, что вы там начитались. Есть и ть, и дь. И это разные слова. Что, кстати, забавно. Я сейчас такой уже полностью готовый был к боевому столкновению. Потому что, когда я играл на кошмаре, убивая вот эту бабу, какой-то монстр начинает долбиться вот в эту дверь. И ты должен будешь еще его убить. А на выживание этого монстра нету вообще. То есть, я думал, что это как бы, ну, такой все-таки сцена, знаешь, не аренового вида сцена, а какого-то более линейного типа. И что монстр здесь все равно будет, а его нету на этой сложности. Ну, это как помнишь, там тоже появлялись же всякие рубики в третьей главе. Да, но я говорю, это было в ареновых таких вещах. То есть, здесь это выглядело, когда я проходил, когда он появлялся, это выглядело как скрипт. Ну, то есть, что вот ты убил одного монстра, и второй начинает долбиться тебе в дверь. Просто, что, типа, одного победил, давай теперь вот тебе еще одного надо убить. Но вот здесь, ну, от сложности зависит еще и количество врагов. Прям полнот. Даже вот таких вот, как будто бы сюжетно-сюжетных. Вот. Я, кстати, повторю нашу просьбу, ребят, относительно того, что расскажите, как вот вы сейчас смотрите на Evil Within, как оно вам, как она выглядит, как вам по геймплею она сейчас смотрится, пока мы сейчас уже перейдем непосредственно к такому open-world геймплею местному. И напомним, что все ваши... Ну, ладно, может, не все, но самые лучшие, ваши отзывы отправятся непосредственно к Bethesda. Прям вот разработчикам. Им интересно ваше мнение. Вот такое вот. Ну, ты понимаешь, да, какое слово сейчас топовое? Да. Прекрасно. Сейчас я тебе напишу еще раз тайм-кодик. Да. Так, по временам. Три. О, Нил, беги! Вопрос. Это, блин, меня тут терроризирует, как я согласился на историю серии Final Fantasy. А у тебя, реально, вот в этой промке у Даура очень на тебя голос похожий. Когда я ее в первый раз услышал, я прям, я знал, что это Даур, но я такой, соло? Спасибо за все большое. Посмотрю потом в записи. И насчет корабля, призрака. Я уже посмотрел почти всех кинологов за месяц. Еще 10 выпусков и я вас догоню. Сильно не спойлерите игру. Жду игру. Жду разбор. Люблю вас, господа. Всем челоникам. Спасибо большое за челоника, за господа и за то, что любишь нас. Ну, кстати, сильных спойлеров ты больше сейчас не понахватаешься, потому что, наверное, на этой локации мы до конца стрима завязнем и сюжетно, именно вот прям спойлера сюжетно, мы дальше не пойдем сегодня, потому что локация большая, дело здесь есть чего, сходить есть куда. И поэтому не переживайте. Сейчас чисто начинается эксплоринг, начинается этап свайвала полноценного, выживания. Будем сейчас ссувать. Сука. Русификация, готы. Вот если бы саундтрек еще менялся на бандит Родион, а аптечки на бутылке водки было бы совсем хорошо. Полная локализация. Мы обязательно отправим твой отзыв в Бефезда, чтобы они знали, как там действовать. А в Германии должен быть пивас. Короче, пройдемся по стереотипам. С сосисками. Да, с сосисками. Готы. Да, готы действительно. Ну и плюс, нам же обещали более большие локации, более открытые. Они не просто более большие, они прям... Знаешь, я не могу назвать это опенворлдом, просто потому, что к опенворлду мы привыкли, что там, знаешь, у тебя вот карта на всю игру, она там размером триллион на триллион километров. Здесь она вот в рамках главы, давайте я вам покажу сейчас карту. То есть, вот мы вышли вот из этого домика, мы прошли вот по этой вот дороге, дошли до дома и вот вверх она идет, локация. Вот аж до сюда. То есть, вот тут несколько домов мы можем заметить. Вот, 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 вот здесь, вот там, вот. То есть, она не такой опенворлд, как в каком-нибудь, я не знаю, Assassin's Creed или что там, Shadow of War, например. Оно такой локальный опенворлд. Где ты там действительно сам решаешь, по какому пути пойдешь, куда зайдешь, где что соберешь. Вот. Вот, кстати, забавно, здесь лежит книжечка, сейчас, которая называется BoxPunk. BoxPunk это была пасхалка в первой части, там были плакаты в стиле группы Daft Punk, но у них вместо головы, ну, такой, привычной головы Daft Punk исполнителей был сейф. Ну, сейфоголовые, короче, такие были. Вот, тут тоже эта отсылочка осталась. Докфайт заслал нам до 100 рублей. Да, я вижу. Ну, мы рады, что тебе появилась мотивация, потому что серия действительно достойная. Чё-то говорят, ты громкий стал. Окей, ладно, чуть повыше подниму. Либо ты начал очень восторженно говорить об Open World. Ну, может быть, я же, знаешь, человек эмоциональный, поэтому могу. Поэтому из нас хороший дуэт, потому что я-то импотент эмоциональный. Не, у тебя же не в том плане немножко импотенция эмоциональная. я понимаю, я решу... Это пост-ирония. Окей. это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мебиуса. Но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Где чемоданы, макс? Какие чемоданы? Какие чемоданы? Хватит уже везде видеть чемоданы. Серьезно. Я с рюкзаком путешествую. Я тоже. Но я не хочу, чтобы вы переставали видеть чемоданы. Я хочу, чтобы вы мне говорили, где они. Да. Спрашиваете, только мне кажется, что Кастеланос как-то помолодел. Слушай, ну не знаю. Я бы не сказал, что он помолодел. В принципе, за три года не то, чтобы там вообще он сильно поменяться должен был. Тут его когда показывают в прошлом, он действительно молодой. А так? Графика просто лучше стала. Это да. Несмотря на то, что в первой части графика тоже была хорошая, вполне. в плане прорисовки персонажей. Но там насыщенность цветовая была немножко другая. То есть она была все-таки такая, знаешь, серее. Да, она была такая, прям, блекленькая. А это здесь цвета очень насыщенные. HD щетина. Ну вот, кстати, да, я хотел сказать, по морщинам видно, что в целом старенький. Ну, старенький, взросленький, солидненький дядечка. Что-то слишком много уменьшительно ласкательных суффиксов. Угу. Аж валиваны захотелось. В отношении, блин, пропоиться мужика лет за сорок с лишним. Не помню, кстати, сколько ему лет. забыл уточнить. Да под полтинник должен быть где-то сорок шесть. Внешне, в основном случае, я бы ему столько дал. Да, вот с этим он Нил говорит, я дам тебе наводку. Вот вам, пожалуйста, водка вывел вызовом. Два озвучки. Блин, я вот пока не прочитал, не распознал игру слов. Ну, вдруг он реально ему даст наводку. Ну, как бы, мало ли, там, водка горит. В первой игре надо было сжигать трупы. Думаю, да, но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал нас сорок один, вроде сего пишут. окей. Может быть, я вот реально не проверил. Просто не то, что сильно важная информация, как таковая. Блин, что-то реально мне он местами так Макса Пейна напоминает. Прям полноценные диалоги, можно поговорить с чуваком, узнать про припасы, где есть поблизости. Да вот спрашивают, есть ли вариант сарказм. Но это осталось в Fallout 4. Что-то многие просят игру погромче. Но это наверное те, которые пытаются зачем-то уловить прям весь сюжет. Ну да, мы не настраивались. Специально как раз вы же переживаете за спойлер, поэтому мы максимально стараемся перебивать чуваков, вы если не нравится, во-первых, есть субтитры, которые вы можете спокойно читать, а во-вторых, купите игру, пройдите, она же клевая. Да, она выходит через пару дней, так что купите себе, поиграйте. Без проблем, там донат пришел, я сейчас не успею второй пройдет, и я озвучу. Второй? Ну сейчас прилетит. Александр пишет, немного занудства и спойлеров, блин, может не надо тогда читать, я правильно понимаю, что в конце первой части Сэп все-таки вышел из стем, и когда видел Рубика Лесли, это был реальный мир, иначе как понять то, что в начале этой части Сэп в реальном мире, и он подключается к другому стем. Я первый проходил и сейчас замешательство. Да, он вышел из нее, там есть объяснение появлению Рубика, там, во-первых, как бы, это скорее всего просто такое, знаете, остаточное явление после подключения к машине, потому что вообще-то Мебиус, по идее, Лесли себе забрали, Рубика внутри Лесли себе забрали, судя по документам из экзекьютера DLC. Вот. И плюс ко всему, по-моему, в каком-то из Кидмановских DLC есть документ, где говорится о том, что когда происходит подключение беспроводное к стем, реальность внутри стема и настоящий мир, они переплетаются вместе и проходят друг в друга. Именно поэтому, типа, в начале, по одной из версий, ты, когда заходишь в больницу, ты видишь Рубика, хотя по факту ты еще не до конца зашел вовнутрь стема. И при выходе, собственно, видимо, такая же херня происходит. То есть вы же прекрасно понимаете, что Себастьян в конце первой части не уничтожил мозг Рубика, несмотря на то, что он его растоптал. Потому что он же уничтожил его еще находясь внутри стема, то есть это как бы иллюзия была. Да, все так. Славянин заслал еще 100 рублей. Очень хочу купить, но из-за финансов придется подождать скидки. Все, что вижу, очень нравится. Надеюсь, к конце сюжет не подкачает. Удачи. Спасибо. Ну, собственно, как бы, жди в таком случае, потому что, не, я согласен, октябрь какой-то просто... Октябрь очень я прям не знаю. По-моему, это законодательно надо запретить такой октябрь. Просто потому что когда играть там? Вышел Мордор, выходит Визин, выходит Саус Парк, выходит Гранд Туризм, выходит Ассэсин Скрит. Что еще выходит? Что еще? Вульфенштейн выходит. Ты просто как-то... Ну, ребят, ну, погодите немножечко. Чуть-чуть, пожалуйста. Не, как бы круто, что куча многих игр. Но, знаете, я бы хотел, чтобы они были как-то плавненько, погоду размазаны, а не вот так вот просто на тебе. Ну да, все лето ты нихера не делаешь, а потом получай. Вот. Собственно, мы дошли до своей перевалочной базы. Сука. Сейчас потом зачитаешь, Дана? Да, потом сейчас я просто расскажу про перевалочные вот эти пункты. Да, давай про прокачку. Да, прокачка еще не сейчас, прокачка чуть-чуть попозже. Да, то есть смотрите, это еще не твой вот этот сейф-хаус, какой был в первой части, не вот эта палата, где ты находился, но это почти оно. Что здесь есть? Ну, помимо NPC, который там какой-то калибровкой занимается. Вот, здесь есть терминал, спасибо, что подсказали, на котором можно сохранить игру. Теперь не надо никуда там перемещаться, чтобы сохраниться, можно прямо на ходу это сделать. что здорово. Всеобщее ликование мату. Вот что надо отправить беседке. Спасибо, Дюша. Мы тоже рады мату. И хорошо, что в Эльфенштейне свастика будет на месте. А то там трейлер несколько внес смуту, показав там немецкую версию игры. Вот, здесь есть кофеварка. Сухо. Встроила ли Бефезда в игру Скайрим? Бефезда? Бефезда. Ну, как минимум часть Скайрима встроила. В открытый мир я вполне... Знаешь, я даже думаю на афишек обзор написать The Evil Skyrim, потому что очень подходит. Вот, кофеварка, она, в принципе, восстанавливает все жизни полностью. И какое-то время заряжается вы индикатор можете видеть. сейчас мне не надо, но я просто для демонстрации выпью кофейку, потому что почему бы нет. Потому что у меня сегодня длинный вечер, и я должен себе восстановить энергию немножко. Немножко кофеина не помешает. А, ну, у меня, кстати, были отняты жизни, так что не зря. Я все-таки полечился. Вот, и появились верстаки. Верстак, в нем ты можешь делать две вещи. Создавать предметы и улучшать оружие. Создавать предметы раньше ты мог создавать только болты. Теперь можно накрафтить патроны, шприцы, патроны, шприцы. И те же самые болты, собственно. Ну, и прочие, наверное, какие-то вещи, которые мне пока недоступны. Вот, то есть мы видим, что у меня есть компоненты, которые я собираю по уровню. Я вот могу все накрафтить сейчас, например, на 15 пороха я могу накрафтить себе 7 патронов. Ну, давайте накрафтим, потому что почему бы нет. Слушай, а по ощущениям на более высокой сложности там меньше ресурсов? Ресурсов, блин. Ресурсов прям не скажу, что сильно меньше. Я пока что, понимаешь, я еще сильно не столкнулся с ресурсами на этой сложности. Я только вот дошел. Они сейчас в городе разбросаны, только и там будем искать. Но там, скажем так, враги требуют больше в себя урона и кодствуют сильнее, так что даже если ресурсов столько же, играть сложнее. И второй пункт это улучшение оружия. Раньше это делалось за зеленый гель, теперь ты, как и в Last of Us, теперь игра еще больше похожа на Last of Us, ищешь детальки от оружия и можешь его прокачивать. Причем, есть как прокачка за детальки, так и есть переход оружия на второй уровень, требующую особую деталь найти. То есть, в этом плане прям очень много дополнительного всего добавили, и это круто. Мне кажется, знаешь, для полной прокачки всего надо будет три там прохождения сделать, чтобы полностью все прокачать. И небось ачивка такая есть. Может быть, есть. Вот, тут разные направления, то есть, можно качать огневую мощь, емкость магазина, скорострельность, время перезарядки, везде есть переходы там на второй уровень, и это только у пистолетов сейчас. Вот. Причем, что самое интересное, крафтить патроны можно и без верстака. Улучшать оружие только на верстаке, крафтить патроны можно без верстака. Есть так называемое кустарное изготовление, и ты можешь прямо на ходу из имеющихся материалов что-то себе накрафтить. Но оно будет стоить дороже. То есть, если мы сейчас посмотрим, лечилка, по-моему, столько же стоит, а вот патроны, здесь на один патрон требуется два пороха у верстака, а в кустарном производстве четыре пороха. То есть, это вот такое, типа, ты можешь дотерпеть до верстака и сделать себе больше патронов, либо прям на ходу их себе накрафтить, но потратить больше ресурсов, но возможно выжить. Тогда заслали нам пока радует отличная атмосфера озвучкой, приятная графика, успешного стрима, ребят, спасибо большое. Я зачитаю предыдущий донат, хотя он какой-то очень, очень странный. Ну ладно. Швейцарские часы уничтожители реальности пишут автопик. Только в Омске, в застроенном пятиэтажками районе можно учуить дикую перемесь из жженых дров и духов. Кто-то, видимо, к эфиру полил жженую фанеру с шинелью номер 55. Хорошо. Спасибо. Я от Омска ничего другого не ожидал. Спасибо. Так, у меня был какой-то вопрос. Да, вопрос. Вот ты сейчас, кстати, пришел, мы видели медсестру. Да. Есть ли шкафчики? Есть. Включили шкафчики? Есть. Ура. Сейчас как раз покажут. Вот, точно, точно. Блин, прекрасно. Это мне очень нравилось, потому что такой рандомчик, ты каждый раз не знал, что тебе выпадет. Да, причем здесь, знаешь, я надеюсь, что там расскажут, что такая вообще медсестра Татьяна, потому что про нее, на самом деле, довольно мало чего известно. Кто она такая, и почему она такая спокойная, и что она тут делает вообще. Блин, сейчас такое дежавю. Да. И музыка еще играет из сейфрума. Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть. Значит, агонию не убрали. Какие виды болтов есть? Есть ли уникальные болты за предзаказ? Про предзаказ ничего не знаю. Сейчас я посмотрю, я сегодня полюбил. Да, полюбил. Вот. А болты я встречал дымный болт, пронзающий болт, электрический болт и взрывающийся болт. То есть, из новшества вот дымный болт какой-то есть. Пока его не использовал. И вот, собственно, прокачка Себастьяна. Она стала, тоже расширилась. У нас пять веток, в которые мы можем прокачивать. Такая, знаешь, вот эта типичная пятиконечная звезда в японских играх очень часто использует. Именно, знаешь, нарастающие вот эти вот, как я понимаю, заполняющие каждый треугольник углы. Здесь тоже есть. То есть, у нас есть, можем прокачивать здоровье, атлетизм, восстановление, скрытность и бой. Все, естественно, делается за тот же самый зеленый гель, но не совсем. Потому что, во-первых, тут появилось разветвленное дерево, а во-вторых, какие-то вещи закрыты, которые ты можешь только за некий красный гель разблокировать. Я пока его не находил, но как бы вот есть такое. Сейчас, наверное, я прокачаю скрытность, наверное. А, я ничего не, я не прокачаю скрытность, мне не хватает геля. Ну, тогда... В общем, да, предзаказы дают какой-то пистолет, насколько я понимаю, Burst Hand Gun. То есть, да, патроны в него пистолетные вставляются, и он эксклюзивен, вот только для предзаказа. Далее заранее версию, не тебе стану стерпить пистолет. Ну, вот, да, это странно, потому что, вроде, такой заранее же играешь. А, крафтинг-суплайс, ну, то есть, стартовый пак какой-то, суплайсов. Да, и медикал-кейс, ну, какие-то там лечилки. Большая аптечка, скорее всего. Ну, как и было. Да. Да, сейчас возможно. Ну, короче, пистолет действительно может стоить того. Короче, сундуков нету. Все хорошо, ребят, сундуков нету. Мы в Мордоре этого коснемся сегодня, но сундуков нету. Это радует. Мне просто сундуки, не говори. Я не понимаю. Можно с Татьяной поговорить, наконец-то, полноценно. Совсем как в маяке. Но ведь это не маяк. Вот как раз Татьяна говорит, что типа совсем как в маяке, но это же не маяк. А Татьяна такая говорит, правда, здесь все такое знакомое. Эти стены, этот стул, вы. Такое ощущение, что, знаешь, она какой-то такой, типа, у меня подозрение, что она некий такой координатор, который, в принципе, во всех стемах существует одновременно. То есть она, видишь, она не отличает то отделение маяка от вот этого офиса Кастелануса. Можно ли играть хаитом? Хаитом. Ну, если ты, когда будешь играть, напялишь на себя кошачьи ушки, то, в принципе, ты будешь играть хаитом. Поясни для несведущих. Каджит — это раса в Скайриме. Кошек такая. Ну, в смысле, людей-кошек. Вот это единственный каджит, который есть вывел вызов. Ну, по крайней мере, на текущий момент. Пишут Татьяна Шрёдинговна. Шрёдинговна, да, возможно. Ну, блин, у нее какая-то мексиканская фамилия, блин, не помню, на самом деле, Татьяна. Я, как известно, по именам, фамилиям очень такой себе запоминальщик. Так, поскольку Shadow of War через 45 минут условных. Ну, да. Ну, то есть, мы плавно перетечем из одного стрима в другой, но мы напоминаем, что завтра у нас тоже будет продолжение стримов по Evil Within, мы продолжим играть дальше, показывать дальше, и вообще у нас на этой неделе очень много Evil Within будет, и вообще очень много стримов, так что обязательно приходите. И все 2700 человек, которые нас смотрят, подписывайтесь. Обязательно. Потому что здесь всегда много клевого. Не обязательно в этом ужасном составе. Что, а чем этот состав ужасен? Мне стало немножко грустно на душе от этой фразы. Ну, может, кому-то не нравится. Это была самоирония. Само-пост-ирония. Само-пост-ирония. Вот такой момент, когда, знаешь, обрушается часть дороги, и такой, такой Silent Hill просто в этот момент начинается. Ну и в принципе, на самом деле, по механике очень похоже на Silent Hill, потому что у тебя есть какая-то часть города, по которой ты волен свободно перемещаться, изучать ее, находить какие-то дополнительные скрытые места. Нужно найти этого сигнала. Довольно похоже. Ну, что-то все-таки игра, мне кажется, слишком яркая. Надо было ее по серии сделать. По серии. Ну, не знаю. Надо будет контрастность у монитора уменьшить. Наверное. Сам сделаешь по серии себе. Silent Hill таки вышло. Ну, типа того, да. Я же даже официальный стрим, который по полной версии игры уже в день выхода будет, The Evil Within назвал Обитель зла на Тихом Холме. Потому что первая часть была на Resident довольно сильно похожа. Там, на четвертую, условно. А эта часть еще и на Silent Hill попутно похожа. И это здорово. Ну, вот, было мнение в комментариях, что это Resident Evil 7 от третьего лица. Вообще, как замечательно, что есть, знаешь, у нас куча сейчас хорроров. В этом плане хорошо, что Миками, знаешь, ушел, потому что и Resident 7 теперь делает, и Evil Within теперь делает. Тут единственное, что там с Silent Hill непонятно, что пока происходит. Ждем, верим. Ну, не, в Konami на самом деле не верим, если честно. Там уже она своими починками машинами уже все показала. Не, в смысле, верим, что выйдет. А, ну, что-нибудь-то выйдет, да. Как игра идет на PS4 Pro? Вроде хорошо. Ну, вот она идет на PS4 Pro, как бы. Идет, хорошо идет. Ну, если да, если вам немножко проседают FPS, то это беда твича. Да, то есть, я, у меня все довольно хорошо в плане производительности. На соседнем мониторе, ну, то есть, 30 FPS, да, но, как бы, камон, нормально. Так, сейчас мы... Ну, может, Digital Foundry закрепит. Да, как бы, ждите. Я думаю, должны, потому что ID-технология. Почему здесь довольно тяжело стелсить? Потому что, во-первых, враги быстрые, во-вторых, они постоянно сухоозираются и меняют, нервируют. А вопрос, они по заданным паттернам ходят или миксуют? По-моему, по заданным все-таки. Хотя, сложно сказать. Иногда такое чувство, что немножко выбиваются с этого паттерна. Особенно, знаешь, если их потревожить и скрыться. или просто потревожить там как-то, ну, не в смысле попасться им на глаза, а там, не знаю, бутылку кинуть, еще что-то такое. Они начинают по-иному себя вести. Вот я взял, залез на какую-то крышу и нашел здесь сломанную снайперскую винтовку, которую можно починить. То есть, у нее сломан, вот мы видим, дуло, и если мы найдем нужную деталь, то мы сможем себе починить винтовку. Реально резик седьмой. Не то, чтобы этого не было до этого. Ну, так просто, это ближайшая недавняя аналогия. Я по привычке хожу на картах все время здесь. Это нормально. Да, потому что пока еще у меня недостаточно арсенала, чтобы полноценно с врагами там сражаться, приходится именно что выживать. То есть, если посмотреть, а я, кстати, не забиндил пистолет. То есть, у пистолета у меня, ну, кстати, нормальный патрон, на этой сложности патронов побольше. Обычно я хожу там, знаешь, с обоймой, с шести патронов и еще одна обойма с собой. И это хватает там на два человека условно. Здесь сейчас у меня три обойма с собой. И враги здесь на этой сложности помягче. Вот. У нас есть коммуникатор, с которым мы поддерживаем связь с Кидман. Плюс он нам указывает направление до каких-то сигналов. Сигналы это такие побочные задания. Ну, не то, что прям задания, но условно интересные места какие-то, на которые мы ориентируемся. И мы по карте даже можем на них посмотреть. То есть, условно, вот здесь вот что-то есть. Необычный сигнал какой-то идет. Вот здесь вот есть БТР, на котором, кстати, арбалет находится. Наверное, туда мы сейчас пойдем. И вот этот бород ты исследуешь в принципе как хочешь сейчас. У тебя нету какого-то строго заданного маршрута. Входишь и входишь. Не скажу, что он прям такой, знаете, ну, совсем огромный, но, скажем так, простор для того, чтобы там пальму слева, пальму справа обойти, как про грузис было сказано, но имеется. Суха! Мужики, советую игру на разбор полета в Готике Марсе. Не пожалейте. Спасибо, конечно. мы глянем, что это такое. Да. Но на следующий разбор мы уже выбрали игру. Это... Ты че, настолько будешь все спойлерить? Чего? Нет, я все, я там неусловно недалеко прошел. Я просто помню, что там вот было три персонажа, между которыми можно было переключаться прямо во время игры. Все, это все, что я помню. Так, меж тем, на нас подписался Ягер 295. Спасибо большое. Да, благодарим. Вот кусты, кстати, в них можно скрыть свои слезы и скрыться самому. Видите, враг не видит? И топорик, родимый топорик, ваншотище врагов. Это ли не чудо? Здесь, кстати, есть враги, которые выглядят как обычные зараженные, но не совсем так, то есть ты их можешь отличить от обычных зараженных, но они в целом на людей похожи и все такое. И их, если ты сзади подкрался и воткнул нож в голову, ты их не убил, убиваешь с первого удара. То есть тебе надо будет потом их еще достреливать. Так что вот. Говорят, прям совсем The Last of Us. Да, да, очень похоже в этом плане. Что, кстати, вполне себе хорошо. Last of Us одна из лучших игр, поэтому быть похожим на одну из лучших игр, мне кажется, это замечательно. Вася, ты говорил про Martian Gothic Unifaction? Не знаю, наверное, может выйти, что это такое. Я говорил про Gothic у Марса, все. Честно говоря, я подумал, что ты спойлеришь игру для разбора. Не-не-не-не-не-не-не. Я же не знаю, просто я еще ее не щупал. А я тоже не щупал. Нет, я про Gothic у Марса. Кстати, о, вот тут вот есть оповещение о врагах, ну, такое, знаешь, скайримовское очко, так сказать. Так оно и в первой игре было. Да, но просто я на кошмаре играл, его там нету. Ага. Поэтому я сейчас несколько удивился его появлению. Что слева за значок сердцебиения? Это сила сигнала, которую мы улавливаем своим вот этим вот коммуникатором. да, да. То есть, как только она становится красной, значит, ты практически подошел к месту, где можешь там условно какое-то воспоминание загрузить, секрет найти и так далее. Ну, собственно, вот он. Классический ивлвизиновский арбалетик. Е-бой. 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 Он прям помощник. Сейчас еще, кстати, покажу, как работают, например, местные эти бутылки, отвлекающие врагов, они поудобнее стали, потому что теперь тебе показывают зону поражения бутылки, то есть, словно тебе показывают, кого она привлечет к себе. А это на высокой сложности тоже? Да, это везде есть. Плюс можно вот синергировать, например, электричество и воду и... ой, что, сам не... ой, 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 извиняюсь. Я что-то затупил немножко. Я думал просто, что враги от этого умирают. Я в первый раз засинергировал таким образом и зато ачивка хайп. Ну да. Блин, твою мать. Блин, а я почему-то думал, что это их убьет. Я вот поэтому и полез туда, потому что думал, что это их убьет. Я не ожидал, что это... С врагами здесь драться довольно тяжело, они довольно резвые и при этом у пистолета, например, нету как таковой прям ультимативной останавливающей силы. То есть, как вы видели, я могу там попасть по человеку и он продолжит на меня бежать. То есть, там только... Надо в ноги, наверное, стрелять. Либо в голову, да, но это сам понимаешь, когда на тебя махина бежит, ты не всегда можешь быстро сориентироваться, быстро прицелиться. Ух ты ж, ем. Не, если я ничего не путаю, в первую же по ногам надо было стрелять. Ну, сейчас узнаем. в голову, это типа, если ты уверен, что успеешь убить до того, как он до тебя добежит, но если хочешь его остановить, то надо в ноги. Да, можно остановить. Ой, блин, промазал. Я еще не совсем приноровился к схеме управления в ЛВЗН-2, поэтому иногда совершаю ошибки, но как бы, поймите правильно. Вас надеюсь, Маковей уже приучил, что на стримах это вообще проблемное дело. Не, ну ты же там еще и в Мордор гоняешь, у тебя вообще... Да, кстати, это вообще очень тяжело, потому что я должен был, за вчера мне дали одновременно практически Мордор и ВЗН-2, и надо было сегодня к обоим стримам подготовиться. И это так тяжело, когда ты переключаешься с одной схемой управления на другую. Я в Мордоре постоянно хочу бегать на Л1, а в ВЗН-е постоянно бегать на Х хочу. Это так сложно. Один раз я в ВЗН-е хотел ударить топором на квадрат, а здесь-то на Р2. Ну, то есть, прям, я поэтому буду еще и в Мордоре, скорее всего, подтупливать сегодня. И напоминаю, ребят, еще раз, еще там очередной Макс Таймкод напиши, что вот вы сейчас смотрите на то, как это выглядит, как это играется. Напишите, вот, как вообще вам оно, как это выглядит, как играется. И эти лучшие из этих отзывов мы направим непосредственно разработчикам в Бефезду, в Танго Геймворкс и так далее. Прямо, их интересует ваше мнение. Кстати, можно, например, разбить окошко машины и понажимать на сигнал, тем самым кого-нибудь к себе приманив. так, надо, наверное, раздобыть дробовик, было бы неплохо. Вспомнить бы, где он. А, по-моему, вот здесь сейчас как раз у меня появится. Вот, вот как раз у меня сверкнуло красным оповещение, мы нашли какие-то воспоминания. Сейчас мы их просканируем. и они нам какую-то информацию дадут. Так, это по сюжету, как бы, да? По-моему, это вообще побочка. Побочка? Да. То есть, это чисто вот тебе говорят, что вот есть какие-то там чуваки, которые, ну, это система безопасности Меобиуса, которая вот столкнулась с внештатной ситуацией внутри скема, и теперь они там собираются активировать там протокол по уничтожению всех и по выходу из этой реальности. И вот они отправляются куда-то на склад за боеприпасами. И, собственно, у тебя появляется направляющая вот, пожалуйста, появляется подсказка, в какой в какой стороне тебе искать то, о чем они говорят. они сорвались с катушек. Я не скажу, что это прям обязательно. Ну, то есть, я не знаю, я не проверял, насколько это необязательное, но, как бы, такое. Вполне можно. Не, ну, вон, да, сигналы дополнительные, вон, видно. Вопрос, можно ли выкосить всех врагов и спокойно ходить по карте? Вроде можно. Ну, то есть, там, естественно, по скрипту иногда враги появляются. То есть, там, например, когда ты заходишь в какой-то дом и внезапно хоп, захлопываются двери, ну, такое, знаете себе. Но по улицам вроде бы да, вроде бы перебить можно. Но я, поскольку играл на тяжелой сложности, это было очень проблематично всех перебить. То есть, я сейчас-то на сложности полегче играю. Это все равно проблемно пока что еще. То есть, у меня пока недостаточно, там, амуниции, оружия и всего такого, чтобы полноценно с врагами в боевой конфликт вступать. То есть, здесь это... Монстров больше на высокой сложности? Ну, я тебе уже тогда сказал, что там как минимум на одного было больше. ну на одного, да, вот здесь, вот здесь, по-моему, вот столько же было тогда этих монстров. Но они поактивнее были. Пока все обычные только чуваки. В смысле, ну ты не видел, да, здесь уникальных на более высокой сложности какие-то? Нет, уникальных не было. Нет. Вдалеке какую-то тварь видел, но я решил к ней пока не подходить. Она выглядела очень, как-то противно. Говорят, голос знакомый Костеланос и пишут, что вроде бы это актер, который Сэма озвучивал в Uncharted. Ну, это у Дениса там спросите, кого он там озвучивал и где. Ну, это походу этот, это Итан Марс. То есть, когда там люди написали Шон, я действительно так, прислушался и звучало похоже. Сложность, да, одна закрыта, особая. Просто вопрос повторяется, но народу подвалило еще почти 3000. Круто. Подписывайтесь. Вот, кстати, еще, вот сейчас мы у чувака достали подсумок и теперь мы можем с собой таскать 26 пистолетных патронов. Максимум 60 можно найти все подсумки и... А, ну, нормально, раньше надо было прокачивать, сколько у тебя там спичек с собой может быть. Да, 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 а теперь ты вот ищешь. И вот тут вот сейчас будет тоже такой довольно прикольный момент. То есть, видите, появилась какая-то подлянская проволока вот здесь за мной. У меня, кстати, патронов очень мало, надо бы, наверное, покрафтить их на ходу, потому что... Так... А, ну... Ладно, покрафтим. Надо мне порядка четырех патронов докрафтить, потому что я знаю, что сейчас прибежит чувак, и мне надо с этим что-то будет делать. И здесь я, правда, их почему-то не могу обезвреживать во второй части, но это, видимо, такие полусюжетные какие-то вещи, потому что здесь активизируется вот это вот замедление времени и... да ёбарст скримеры прям вот классические. Ну, пока не видел. То есть, ну, условно говоря, если под скримером подразумевают, что заходишь там, знаешь, в гараж, за тобой закрывается дверь, а перед тобой лежит труп. И как бы, ну, додумайте фразу до конца. Ух ты. А вот это плохо. У меня нет патронов, и из-под машины вылез какой-то чувак. Да не есть напряги. Блин, я обожаю нашу публику. Они еще помнят. Я уже забыл напротив. Я туда тоже забыл. Мы сейчас написали и сколыхнули. Кстати, есть арбалет. Надо было можно было арбалетом пострелять, кстати, в него. Ну ладно. Неважно. Вроде удрал. Сухо! Блядь, первый раз вас смотрю, не в записи, в мою деревню только недавно провелептовал окно на Риддск. Ах да, донат Вася на Mountain View. Не, ну а что, надо же чем-то будет полоскать горло в перерыве от матов на Акуму. Спасибо большое. Рады, что информатизация доходит даже до отдаленных частей нашей родины. И приветствуем тебя у нас на канале. Подпишись, приходи постоянно теперь. Вот, Mountain View. Ну, если бы те, которые мне нравились в свободной продаже были, было бы здорово. Но, к сожалению, у нас только обычный Mountain View в продаже. Вон он там что-то ходит, бродит. Сейчас мы его как-нибудь... Во все ли дома можно заходить? Нет, не во все, но во многие. То есть, вот в этот, например, зайти нельзя. Но хватает домов, в которые можно заходить, поизучать. То есть, я говорю, это не такой неполноценный прям открытый мир, открытый мир, но он вполне себе, знаете, время потратить на изучение. Здесь есть чего. Там, кстати, под машиной что-то было пока. чувак не вылез, так что я пойду, схожу, гляну. Раз уж он решил уйти. В первых порох лежит. Не мимика пишет, игра стилистически изменилась не в худшую сторону, просто стала другая. В первой штане локация кровь, кишки, огонь и железо. Здесь же жути поубавилось, просто заброшенный город зомби. Сеттинг хороший, но затертый, однако сюжет захватывает. Ну, это не единственная локация в игре, поэтому я думаю, что помимо заброшенного города здесь хватит и... Ну, то есть, как во второй главе, там были довольно-таки сюрреалистичные локации, что да, кстати, здорово они отошли вот это вот кровь кишки и все такое в сторону чего-то такого более, знаете, изощренного, более какого-то артистичного и мне кажется, здорово. Знаешь, я вот сейчас крадуюсь, не знаю, что за этими кустами, мне хочется вот по привычке от Shadow of Mord включить зрение, короче, и поглядеть, где враги расположены, а нельзя. И ты поэтому вынужден так бочком, короче, какие-то там между кустов ходить. Вон там, кстати, в поезде какие-то враги ходят. Я туда даже не заходил, когда я говорю, я два с половиной часа по этой локации ходил, и вот в поезд, например, вот в этот вагон не заходил, не видел, что там. То есть, я считаю, что у Evil Within потенциал там в реиграбельности огромный просто. И в целом там прохождение явно затянется, ну, людей, которые прям, знаешь, не будут топить, а будут аккуратно обследовать локации, может затянуться там дольше, чем на 15 часов. Ну, я точно буду все пылесосить и шерстить. Да, при этом это не вот такое прям вот механическое, знаешь, какое-то, как в том же Мордоре, зачистка всего, а это прям видно, что локация продумана. То есть, что это какой-то прям вот вещь, которую как-то разработчики постарались интересно имплементировать в город имплементировать. какое великолепное вообще слово-то загнул. Могешь. Ну и по поводу Мордора он будет через 20 минут. Ну, где-то так, там, плюс-минус. Но визин мы продолжим проходить завтра. И после завтра. И после завтра. И после-после завтра. У нас 4 дня. Я думал, ты сразу так дожмешь. В смысле, так дожмешь? Ну, я думал, ты сразу скажешь, и после-после завтра. Так я сразу сказал, разве нет? Нет. Ну, знаешь, чей ответ. Твое, мать, не успел прицелиться. Так, и чё? Да, слушай, нормально там на тебя. И чё мне делать? А-а-а-а-а. Они, главное, ещё резвые, на самом деле? А-а, промазал, чёрт, не успел. Всё. А, ещё не всё. Здесь есть ещё... Или нет, или нет. Нет, всё, загрызли. То есть, как бы, особо здесь не пошикуешь, как видите. Если попал в ловушку, велика вероятность, что в этой ловушке ты и останешься. Прекрасно. Да. Первая кровь. Беги, глупец. Да, чтобы вы понимали, когда я включил только игру, меня первый же монстр убил раза четыре. Ну, понятное дело, что на кошмаре, но просто вот, просто потому, что он довольно серьёзный. Вот здесь чекпоинт недалеко, нет, довольно далеко расположен. То есть, это вот место, где вот я во время фотосъёмки там чувака убивал. То есть, ну поймите, сколько там прошло времени. Потому что вот это. А-а-а, этот, загрузки как? Ну вот, ты сейчас видел, ну, не скажу, что это, знаешь, прям супер короткий, но в целом сравнимо, наверное, с Evil Within 1. Ну, учитывая, что здесь как бы открытый мир подгружается, то мне кажется, вполне себе терпимо всё. С нагрузкой. Ну, то есть, не Bloodborne, не Ведьмак, что радует. И не рекорд. Приплёл такой. Ну, это самое такое. Да, я помню. Так, нам надо сейчас как-то попробовать пройти до того места, потому что, по-моему, там я наконец-то получу дробовик. А с дробовиком уже попроще против толпы работать, потому что вот у него как раз останавливающая сила вполне себе могёт остановить противника. Тут, кстати, разбросаны повсюду трупики людей Мёбиуса. И есть сайдквест, где ты берёшь кстати, это что, Икарус какой-то, что ли? Автобус. Вот, где ты берёшь расположение всех этих чуваков и можешь их всех собрать как покемонов. Реально, как будто какой-то Икарус, я не знаю. Ну, какой-то на самом деле очень странненький дизайн. Одна дверь посередине. Ну, тоже, да, интересно такое. А, может, тоже подудеть, но не будет. Подудеть? Подудеть в дудю автобусовскую. Так, как бы лучше обойти? Давайте посмотрим. Наверное, вот здесь мы обойдём, потому что там чуваков что-то много, я пока не готов с ними стрелать. Здесь потом можно прокачать себе скорость ползанья, чтобы быстрее перемещаться в присядку, но... Ну, кстати, был такой вопрос, что вроде бы увеличилась продолжительность анимации скрытного убийства и не мешает ли это? Слушайте, вот с секундомером не сидел, здесь мешает скорее... Знаете, вот когда у тебя уже анимация скрытого убийства, ты уже в целом выиграл, потому что самое тяжёлое это подкрасться врагу так, чтобы он тебя не заметил. Когда уже пошла анимация убийства, в основном ты уже победил, считай. Хотя там есть несколько врагов одновременно, ну, там, да, есть. Но у меня скорее проблема в том, что вот чуваки они довольно резво ходят и очень, так знаешь, активно озираются, поэтому у них скорее всего конус зрения очень широкий. Мужики, только присоединился чё, как впечатление. Мне нравится, спрашивали, стоит ли вот оно своих денег, я хочу. Всё, что я вижу, меня абсолютно устраивает. сильно ли большой город? Ну, я показывал, в целом, такой, знаете, городской квартал, относительно, всё-таки, ну, относительно всяких открытых нынче миров небольшой, но вот, пожалуйста, то есть, ну, где-то приблизительно домов 15, там, 20, вот здесь есть разноплановых. Ну, это как бы не единственная локация Evil Within, я так понимаю, это просто третья глава, которая вот, она такая огромная. Возможно, там, возможно, в ней ещё что-то будет происходить, потому что оно всё-таки побольше, чем Uncharted, оно даже побольше, чем Last of Us. Last of Us, это всё равно, несмотря на то, что была там, знаешь, такая же там городская локация, всё равно была труба, здесь-то ни хрена не труба. Вот в этом как бы особенность Визина, и если там хотя бы знаешь, хотя бы там 30% локаций будет вот такими, это уже просто огромный просто плюс. Игра в целом симулятор сбора лута или на стриме нельзя показывать сюжет? Игра в целом повторяет, скорее всего, свою предшественницу и сюжет начнёт развиваться плотно после второй половины. Ну и плюс, надо учитывать, что это survival horror и лучше запастись всяким дерьмом, чтобы потом не было дерьма, чтобы потом было чем подтираться. Поймите, да, мне надо пробраться вот сюда. Я в принципе могу туда пойти и закончить эту миссию. Но здесь есть как бы что ещё поделать. Я почти уверен, что если там, знаешь, спидранить, вот эту миссию можно пройти там приблизительно, не знаю, минут за 15. Ну я просто не знаю, там может ещё какой-то сюжетный кусок прям будет, когда ты добежишь до той зоны, но до этой зоны добежать в целом недолго. Но вот как бы у тебя ещё есть огромный город, который можно исследовать, в котором есть какие-то вот сценки, зарисовки. Сейчас, например, мы вообще попадём в интересное место. Тут можно через терминалы мёбиусовские телепортироваться, перемещаться, точнее, в какие-то их там складские убежища, где, собственно, например, расположены предметы. Сейчас я как раз это продемонстрирую. То есть вот здесь стоит не здесь. А, ну вот там спуск вниз. Сейчас зашёл вот только в один дом. Здесь уже есть спуск в подвал, в котором там есть терминал, который приведёт меня совершенно в другую локацию. И это как бы вообще, по-моему, абсолютно несюжетная часть. То есть я как бы не проверял, но мне кажется, что вот ты можешь пойти по сюжету и в это место просто не заходить. Я не знаю, там дробовик где-нибудь просто потом подберёшь каким-нибудь другим способом. Или вообще не найдёшь? Ну, сомневаюсь, что вообще не найдёшь. Хотя, наверное, Магнум можно было пропустить в первом видео. В настройках было меню с отображением напарника. Встречался ли он тебе и есть ли да, то кто это? Ну, пока что из напарников я видел только вот этого О'Нила, но со мной он не ходил. Он просто вот как бы там сидит, тебе миссию там словно дал и так далее. Пока что не знаю, не видел никого, но как бы и в первой части были напарники, там с тобой иногда ходил Джозеф Ода, помогал даже кого-то отстреливать. Один раз, по-моему, даже Кидман ходил, так что вполне может быть такое. И вот мы переместились в какое-то хранилище Мёбиус. Всегда хочу сказать почему-то хранилище Амбрелла, не знаю. Прям вот есть какое-то вот, знаешь, у меня особое отношение ко всем этим хоррорам запоминаются и иногда накладываются друг на друга за счет этого. Здесь, по-моему, кстати, сейчас как раз будет баба, которую с первого раза в скрытой атаке не убьешь. Так, у меня жизнь не нормальная, можно полечиться, я думаю. Вопрос такой. Стало больше возможностей обойти врага, улучшился стелс. Разве это не сделало игру легче? Нет, не сделало. Врагов стало больше, враги, по-моему, стали плотнее, просто потому что, как бы, когда тебе дают возможность по-разному убивать врагов, тебе надо их делать мощнее, чтобы, типа, если ты вознаграждать тем самым тех, кто идет по стелсу и напрягать тех, кто пошел таким прямым экшеновым путем. Поэтому я не скажу, что стало легче играть. Опять-таки, все зависит от уровня сложности. Если ты включишь прогулку, я думаю, там без проблем. Тебе, может, там дробовик дадут еще в начале, в самом. Но... За предзаказ. За предзаказ, да. Вот, но... На том же вот сейчас я выживание играю, я не скажу, что мне легко. Враги, видите, там их когда трое, все, ты уже... Это уже проблема. Во первой части три врага с такой прям... Ну, поначалу, кстати, были все-таки, наверное, проблемы. Потом, когда у тебя уже был там дробовик и прочее, это уже становилось попроще, но... в начале, и тут, и там. Насколько живой, открытый мир, есть ли какие-то там скриптовые штуки с NPC? Ну, как видите, NPC вообще сидит там в каком-то доме и ничего не делает, поэтому пока не замечено. Ас! Вот она бежит, и ты в нее хрен попадешь нормально. Сука! Да. Арсенал ГГ стал больше. Да погодите! Знаю. Прям тварь такая. Блин, надо смотреть на правый монитор, где не стрим, а напрямую с карты захвата, чтобы плавнее прицеливаться. Можно ли тут стрелять без прицеливания, как в первой части? Нет, слава богу, нет. В первой части это абсолютно бесполезная была штука, которая могла потратить тебе патрон, когда ты хотел просто ударить по ящику. Или ударить кастетом. Люди, которые проходили о куму знают, про какой кастет идет речь. Так, ладно, ща попробуем. Ща попробуем не это. Так, а может быть мы ее просто потом болтом пронзим? У меня же есть болтецкий. А может я просто... Блин, вообще, я так подозреваю, что меня бы сильно удивило, когда подошел бы такой нож в голову вставил, а она не сдохла. Ну, это меня сильно удивило, поверь. Почти как слово, блять, которое искал Кастеланас. Вот смотрите, я ей в голову снес, твою мать. Да, остановись же ты. Перезаряжай речь, твою мать. Прям, ну вот, смотрите, два удара, все, у меня нету жизни. Два удара пропустил, она уже тебя готова изничтожить. И вот сколько в нее надо патронов. Я удивлен, что я на кошмаре ее с первого раза убил сейчас. Суха. Посмотри, мы смотрим, что без Миками ушла в лучшую сторону. Да не, ну, ребят, неправильно так думать. Микань не ее, скажем так, придумала, а чувак довел до ума. Это вполне себе нормальная ситуация. Я не думаю, что надо, знаете, так говорить, Миками сделал плохо. Миками сделал по-своему, но чувак додумал по-своему. Так, ладно, слушайте, я прям в смятении. Потому что она довольна, так, так, сейчас попробую. Нафинг, мистер пишет, видать, к тому, что я спрашивал про сценки с NPC. Просто, когда Вася возле Икаруса бегал, там одного челика съели в беговое здание, а Вася ничего не сказал. Ну, это такая, чисто, знаете, зарисовка из разряда, там, в мире творится полная жопа, и ты должен как-то что-то с этим делать. Не, ну, это все-таки скриптик. Это скриптик, да, 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 это скриптик. Просто, знаешь, такое прям, ну, это просто живости миру придает. Ну, да, это, так, ладно, сейчас. попробуем быстро вернулась, зараза, видели, видели, она увернулась. Все еще живая, да чтоб тебе. Аааа, мне прям плохо. Ее прям хорошо еще не начал на кошмаре. Да не говори, я прям, не знаю, почему она меня так резво убивает. Я просто, когда я проходил первый раз, я реально там с одного раза прибил. Просто так, а тут что-то я в нее стреляю, стреляю, она не умирает. Бегать даже не успеваю. Надо, наверное, по одному разу в нее стрелять, сразу отбегать. Да, и в ноги, наверное, надо стрелять. ты не успеешь, понимаешь, она очень резвая, ты не успеваешь ей в ноги прицелиться. Ты, скорее всего, промажешь, если будешь ей в ноги стрелять. они тут все очень резкие в этом плане стали. Поэтому я и говорю, что игра не легче первой части. Как бы, поверьте, человек, который прошел аккумулятор, который сейчас играет вторую часть, я официально заявляю, что вторая часть не легче, чем первая. может, мы из-за укрытия можем, так знаешь, типа, стелса сделать. А есть ли фоторежим? По-моему, нет. Вообще, можно обойти, на самом деле. Но это же не наш выбор, правильно? ты не попадешь в мозг, если его нет. Электроболтов, чтобы застанить, нет? Да есть, просто как, просто внутренние евреи негодуют, когда я хочу застанить монстра, которого в прошлый раз убил, с первого раза какой-то болт на него тратить на сложности ниже. Ты же все равно не будешь продолжать на... А, нет, ну продолжай. Нет, почему? Мы будем продолжать, в том-то видишь и суть. Сейчас я с ней сыграю в игру. Станется ли враги бутылкой в голову? Наверное, если попадешь. Я пока не попаду. Не понятно, с какой стороны ее лучше обходить сейчас. Она очень резко поворачивается в разные стороны, и это, блин. Ну, сейчас она вроде успокоит. А, да какого хрена-то ты меня увидел? Я же сбоку был. Прямо между ног. Все, ладно, хорошо, тратим электроболт, я понял. Да, давай у нас все действует осталось. Это она еще не умерла, если что. Да ты что, что только... А! Наконец-то! Вы видите, тут серьезно. Рядовой враг, если что. Такая подстава. Сколько на нее ресурсов ушло? Не, конечно, там из-за паники промазал пару раз, но тем не менее. Надо было на прогулке начинать для стрима. Ну, можешь пройти вне стрима. Ну, да, я, наверное, там похожу припаски пособираю. Ну, штуку 200 геля завтра дали. Ну, хорошо. Ладно, штука 200 геля. Что по поводу рукопашной боевки ее поправили с первой части или нет? Да, в целом похоже на нее. то есть, вот у меня удар ножом есть. Это, в принципе, вся рукопашка. Они там в какой-то момент, вот, когда ты по ним стреляешь, они так присаживаются, типа им плохо становится. У меня есть подозрение, что есть какое-то добивание, но я почему-то всегда не успевал к ним подбежать в этот момент и использовать это добивание. Почему везде знаки Мебиуса? Ну, потому что это их созданная реальность. Они использовали Лили, как они сказали вначале, чтобы создать полигон для испытания Стэма. И это, как бы, реальность, сконструированная ими. Поэтому повсюду здесь Мебиус. Так, сейчас мы попадем. Зачем эта реальность нужна? Он тоже вроде ответил. Мебиус хочет создать такую единую реальность для, ну, не знаю там, про всех лежителей земли прям говорит, но для огромного количества человек, чтобы через нее ими управлять. Дальше этого я там не знаю, что они планируют делать, но мотивируют это так вот. Вот, кстати, да, спрашивают, как комикс по Визину? А я не успел его еще даже прочитать, честно. Я вот так одну из четырех глав только пока прочел. Но там это как? приквел, сиквел? Это вообще побочка. Ну, то есть там какие-то другие пропавшие люди, которых также засосало внутрь стем, и которые там встречаются со знакомыми тебе противниками опять так же. Так что такое побочки не обязательно, я так понимаю вообще. злой дедуля. Да, в Dishonored 2 и в Prey поправили input lag. В Dishonored 2 не поправили. А, да, до сих пор? Там, по-моему, ну, по-моему, в последний раз, когда я играл, там было все так же не очень. В Dead of the Outsider подправили, это да. А просто во втором Dishonored 2 ну и в Prey подправили. В Prey поправили, да, это прям точно. Может, как бы и во втором уже поправили, но в последний раз, когда я играл, было все так же. Что теперь можно, короче, целиться, будучи в вентиляционной решетке. Это хорошо, потому что я помню, что когда ты дерешься в первой части с двумя гигантами на кладбище, там есть определенный могильник, в котором ты можешь сидеть, но из него ты не можешь стрелять, по-моему. Это было неудобно. Вот дробовик, это, конечно, спасение у меня, потому что вот выбежали на меня два чувака, и я такой на тебе. Бежит он на меня на тебе. Вопрос, который я тоже немножко переформулирую. Вася, как часто твой внутренний еврей, ну то есть четверть внутреннего еврея, гоняет тебя к верстаку, чтобы не терять ресурсы? Ну на самом деле не так часто, просто потому что иногда до верстака дойти далеко. Обычно он меня заставляет обходить врагов, а не драться с ними. То есть в этой игре оно вот так вот. Ты не возвращаешься зачем-то, а ты просто скорее стараешься обойти противников. О, кстати... Так, у нас остается буквально там 4 минуты до 9. Да, хорошо. Сейчас я тогда, наверное, направлюсь куда-нибудь в сторону сохранения. Если Макс к нам... А, мы с тобой не в общем созвонились. Ну сейчас перезайдем туда. Вот, мы на сегодня с Визином вторым закончим, но завтра мы к нему опять вернемся. Так что оставайтесь с нами. Ну и в принципе не расходить, потому что сейчас начнется стрим по Shadow of War, тоже новиночка. Ну если Визин еще не вышел, то Shadow of War вышел только сегодня. И про него мы тоже вам сегодня расскажем. и покажем. Так точно. Да, мы будем открывать кейсы там. Вот. Это важно. Это... Ну видимо это важно, раз кейсы добавляют в игры. В Визине нету кейсов, напоминаю. Ну, по крайней мере, пока не замеч... За три главы не замечены кейсы. Что радует. Здесь, блин, нельзя задонатить и пройти игру. Ты должен пройти игру. Вот это все, вот эта вся локация, все, что здесь происходило, это в целом побочка. Я так понимаю, просто за дробовиком сходить. Открытый мир правда долговато подгружается, но прекрасно понимаем почему. Главное, что после смерти он не так долго подгружается. Говорят, ты только что кейс открыл с дробовиком. Но я не потратил на него никакой валюты. Тоже верно. Так, ну все, по идее, надо переключаться на следующий эфир. Ну, сейчас я говорю, добегу до сохранения. Давай, знаешь, переподключимся сейчас как минимум в общий дискордовый созвон. Мне же все равно надо сохраниться, чтобы завтра с какого-то момента начать. Поэтому, ну, тут недалеко добежать вроде. вот, сейчас давай тогда перезайду в наш дискорд канал. Быстренько. Так, вот, ты меня слышишь? Да. Все хорошо, отлично. Там, Макс, если вдруг к нам подключится, то пускай подключается. Вот за это я люблю дробовить. Просто бам и голова в кровавый понос разлетелась. Так, по времени завтра мы продолжим тоже в 7 часов по Москве. Да, завтра в 7 часов по Москве, послезавтра в 7 часов по Москве, в пятницу в 8 по Москве. Но в пятницу мы, наверное, будем стримить 3 часа вместо 2, потому что после нас еще будет стрим по пятнице 13. У нас будет такой прям, знаете, полноценный хоррор-найт на пятницу 13. И я думаю, мы еще... Вся неделя такая. Да, вся неделя. Я думаю, мы еще замутим что-нибудь на Хэллоуин. О, кстати, еще одна. Еще один ключик. Как раз от шкафчика. замочу ничего на Хэллоуин. В смысле? Я буду на Paris Games Week. Ну, слушай, блин, вот... Я бы... Вам анонсик таки. Да, sold. Sold повезут на Paris Games Week и он... И он посмотрит там на все новинки от Sony. Sony же, помню. Да, да, да. Все, сейчас глотнем кофейку и пойдем сохраняться. Хорошо. Так, так, где сохраненка здесь стоит? Сохраненка, сохраненка, где же? Вот она. Все сохранились. Значит, Evil Within мы продолжим завтра проходить. Плюс к всему также мы ваши отзывы относительно этой игры соберем из чатика и постараемся их перевести и передать. Ну, мне переводить будем не мы, но передать. Вот. И завтра продолжим проходить наверное с этого же места. Может быть, я там, знаете, побегаю по городу, пособираю припасы, но дальше главы не пойду. Сейчас, сейчас у нас трансляция прервется буквально на пару секунд. Не переживайте, не переключайтесь, мы вернемся с уже Shadow of War. Да, до встречи. до встречи. до встречи. Продолжение следует...